Здравствуйте! Если меня спросить, каким я вижу свой сад, то мое представление об идеальном саде, наверное, вас разочарует. Оно покажется скучным и неинтересным, так как в нем будет минимальный набор растений. Горные сосны, пестролесные дерны, обязательно корейская пихта и целое море хвост и остелек. Нет, еще не все. Будет еще много луковичных, особенно первоцветов. И сегодня я хочу рассказать о растении из моего списка идеального сада. Речь пойдет о хостах. Удивительных и прекрасных. Как их только не называют. Гигантские подорожники, лилия подорожник, королева тенистого сада, царица тени. А раз царится, то у царицы должны быть поклонники и почитатели. И они есть. По всему миру существует общество почитателей хосты. Самое крупное и влиятельное находится в США. Много вы знаете растений, у которых есть свои фан-клубы. Мне на ум приходит только сирень. И, наверное, пожалуй, все. А, нет, еще розы и пионы. А сорта? Знаете ли вы, что в начале 2000-х было зарегистрировано около 2000 сортов? А еще несколько лет назад их количество миновало отметку 4000. Сколько сейчас даже затрудняюсь сказать. Возможно, в данную минуту, пока вы смотрите этот ролик, зарегистрировали еще пару-тройку сортов. А может и не пару. А может и не тройку. Хоста удивительно и прекрасно. Но я знаю людей, которые относятся к ней несколько пренебрежительно. Хоста? Да нет. Это плебейское растение. Это бабушкина грядка. Так вот, моя задача сегодня изменить мнение скептиков, заинтересовать равнодушных и пролить бальзам на душу поклонников хоста. Начнем с естественного ареала. Здесь все немного запутано. Впрочем, это неудивительно. Ведь, по данным историков, хоста культивируется последние 800 лет. Представляете, в течение почти целого тысячелетия хосту любят, холят и лелеют. На сегодняшний день естественным ареалом этого рода считаются японские острова, корейский полуостров, Китай и Дальний Восток. Причем, есть одна теория, что изначально хоста встречалась лишь на нашей части Дальнего Востока. Но там ее не заметили или не оценили. А возможно, решили, что нечего сорняк, который путается под ногами, к себе домой тащить. От нас она попала в Китай, а уж из Китая в Японию и Корею. Некоторым видам там понравилось. Так, что они вышли за пределы садов и одичав считаются аборигенами. Но это всего лишь одна из гипотез. Красивая, но теория. И не очень достоверная. С видовым разнообразием тоже не все просто. На данный момент принято считать, что в этом роде 24 вида. Но было время, когда их было больше ста. Куда делись остальные? Вымерли, что ли? Конечно, никто не вымирал и не исчезал. Просто первые хосты пришли в Европу, а затем и в наши сады из Японии. Первые растения описал Кемфер. Затем Тумберг. Львиная доля принадлежит Зибульду. Именно Зибульд описал большую часть видов и контрабандой привез в Европу. Но, как вы помните, в то время Япония была в добровольной изоляции. Иностранцы не могли свободно передвигаться по стране. И хосты, которые описывал Кемфер, Зибульд и Тумберг, были теми растениями, которые им приносили местные жители в обмен на медицинские услуги или рассказы о далеких странах. Великие ботаники даже представить себе не могли, что в большинстве своем им приносили сорта, а не дикие виды, растущие немногочисленных лесах вдоль рек. Все это стало понятно много лет спустя. А тогда видовое разнообразие хост поражало воображение. Но если вы думаете, что первые же экземпляры, привезенные в Европу, тут же покорили сердца садоводов, то ошибаетесь. Прошло достаточно много времени, прежде чем хосту заметили. Сначала ей предстояло стать популярной у флористов Франции, затем Англии, а уже потом ее заметили на одной флористической выставке, и она пришла в наши сады, чтобы остаться в них навсегда. Еще немного истории, и перейдем уже к агротехнике и сорта. Хоста получила свое название не в честь знойного курорта Хоста Рика в городе Сочи, а в честь достаточно известного в те времена австрийского ботаника Николаса Томаса Хомера. Но началась путаница, так как одно из растений семейства вербенников, уже носила это имя. Поэтому очень долго Хоста носила совсем другую фамилию. Ее знали как Функию. Так звали другого ботаника Генриха Христиана Фанка. Но это название рода не прижилось, и в 1905 году ей вернули первоначальное имя, хотя многие европейцы продолжают называть ее Функией. Такая же история и с определением семейства, куда Хосту только не относили. Томберг, к примеру, считал, что она относится к лилейниковым. Но на сегодня вроде бы договорились, и Хоста относится к спаржевым. Вроде бы с историческими справками закончили. Давайте поговорим об агротехнике, сортах и проблемами, с которыми вы сталкиваетесь при выращивании этого растения. Несомненным преимуществом можно считать тот факт, что Хоста на 100% мороза и зимостойка. Интересно, сталкивался кто-нибудь из вас с вымершей Хостой, а пострадавшей от возвратных заморозков. Я о таком феномене не слышала ни разу. Что касается почвенных условий, здесь с ней также не будет проблем. Хоста живет и растет на любых почвах, но предпочитает и раскрывается во всей красе на влажных, рыхлых грунтах, богатых органикой. Единственное, что она терпеть не может, это засуха. Только недостаток воды может погубить это растение. Теперь перейдем к освещению. Голубые Хосты мы однозначно высаживаем в тенистые места, под палящим солнцем и голубизна постепенно исчезнет. А вот пистролистные, желтолистные и зеленые в принципе можно посадить и на солнце. Вот только зачем? На открытые солнечные места у нас в саду и так прецедентов хватает. Гораздо сложнее найти тех, кто согласится жить в полутене или тени. Если вы хотите, чтобы Хоста радовала вас и не заставляла делать дополнительных телодвижений, выберите местечко под кронами ваших деревьев, где во время жары растение сможет меньше испарять влагу из листьев. Но если уж очень хочется или другого выбора нет, то можно попробовать и солнечные места. Только будьте готовы к дополнительному поливу и дошиванию вечерней и утренней часы. Я понимаю, почему Хоста любима садоводами, коллекционерами и ландшафтниками всего мира. А в Америке ее называют friendship plant. То есть растение друзей или дружелюбное растение. Потому что она не заставляет садовода все время бегать вокруг нее. Ее не нужно укрывать, ей не нужны подкормки по три раза за сезон, под ней не растут сорняки, ее не надо делить каждые три года. Ее вообще можно не делить, но при этом она легко размножается. Почти ничем не болеет. Хотя в последнее время попадаются упоминания о вирусном заболевании, поражающем Хоста. Но до нашего континента эта напасть пока еще не дошла. А цветы, а аромат, а как хорошо Хоста смотрится в кашпо на веранде. Ну назовите мне хотя бы один недостаток или одну весомую причину, почему Хоста не должна занять свое почетное место в вашем саду. Я даже знаю, что вы скажете. Многие вспомнили про улиток и слизняков, а еще про то, что Хоста поздно появляется. В Ленинградской области ее час наступает в районе 1 июня. Если вы все засадили Хоста, весь участок, то прежде чем она наберет силу и предстанет во всей красе, вам полтора месяца придется лицезреть голую землю. Угадала? Но не все так страшно. Ведь вы забыли про крокусы, галантусы и другие первоцветы. Они прекрасно уживаются в паре и не мешают друг другу. Это если мы говорим про газон из Хоста. Но ведь не обязательно везде должна быть только одна Хоста. Вспомните, как она сочетается со стильбой лилейниками, папоротниками, тисами. Кто-то любит к ней добавлять гехеру. Мне такое сочетание не очень нравится. Уж очень оно яркое. Но это дело вкуса. Думаю, что позднее распускание листьев вы больше не считаете минусом. Его можно обойти и превратить в плюс. Теперь перейдем к слезнякам и улиткам. Здесь я не буду столь оптимистична. Действительно, моллюски – это настоящий бич для Хоста. Но вы никогда не задумывались, почему? Какие еще растения страдают от них? Точно. Капуста, листья салата, земляника, цитрусовые, виноград. И этот список можно продолжать еще долго. А вам не кажется, что эти сухопутные вредители – гурманы? Так почему Хоста их так привлекает? Правильно, все ее части съедобны и вкусные. Откройте рецепты японской кухни. Тысячи и один способ приготовить Хоста. А теперь давайте обратимся к скандинавам. По способам приготовления и дифирамбам, которые шведы поют Хосте, они скоро обгонят японцев. Мы не кулинарное шоу, и я всегда скептически отношусь к салату из сныти, супу из крапивы, варенью из кабачков, хотя признаю, что это вкусно. Просто я хорошо помню, когда все эти блюда появились у нас на столах, когда есть было нечего, и полки магазинов были пустые. Однако я готова сделать исключение и попробовать приготовить Хосту. Может быть, когда-нибудь у нас будут целые предприятия, которые будут выращивать Хосту, словно салат, лук или петрушку. А пока я более тщательно и внимательно буду изучать меню в путешествиях в поисках функии, которую приготовили в кипящем масле с солью и чесноком и подающуюся с ломтиками сыра. А теперь сорта. Хотя нет, о сортах Хосты мы поговорим в следующем выпуске. По-моему, королева сада достойна еще одного отдельного сюжета.